Привет, у микрофона Роман, и я хочу рассказать вам о самом лучшем правителе в Европе Универсалис 4. На изумрудной берега Ирландии высадились странные люди и основали белокаменный город Минастирит. Во главе этого народа стоял король, познавший секрет бессмертия, Арагорн, прозванный Элиссаром. Как он и его люди оказались в Ирландии, история умалчивает, но именно отсюда начинается деяние величайшего правителя в истории человечества. А если тебе понравится видео, то ставь лайк и подписывайся на канал. Местные князья оказались недовольны появлением нового соперника и сразу ополчились на нашего короля. Посмотрим, на что они способны. Хоть в Европе правители обезличены, но благодаря навыкам Морагорна ирландцы отстанут технологически и тогда проиграют. Ближайшие соседи из Дезмонда не стали дожидаться этого момента, делая грабительские набеги на предместе Минастирита. Эти ирландцы даже хуже орков. У Гондора не остается выбора. Четыре тысячи пехотинцев под командованием Фарамира, сына Денетера, переходят Андуин. Отдельные отряды рейнджеров дошли до лесов Ителиена и там оказались отрезаны. Один упертый эрл Томанда закрылся в своем замке и перекрыл дороги. Не проблема. Тогда солдаты Гондора возьмут его замок штурмом. Война продвигается успешно. Леса Ителиена стали надежным оплотом в самом сердце Ирландии. А столица Дезмонда Корк был сожжен. На его месте будет основан новый город Асгилиад. Двумя противниками стало меньше. Власть короля Арагорна растет и крепнет с каждым днем. Но независимых князей в Ирландии, которые сидят как заноза, по-прежнему много. С тремя из них, чьи имена уже забыла история, тут же начинаются пограничные стычки. Но минорцы без труда уничтожили разделенные силы врага. Когда их замки были взяты в осаду, можно и передохнуть, завершая предыдущие войны и лишая автономии местных князей. На северо-востоке в руках ирландцев еще две крепости – Коннахт и Тирканелл. С их подчинением заканчивается важная веха в истории Гондора – государство Нуменоров, взявшееся из ниоткуда встало на ноги. Но более оно не может оставаться в одиночестве. Нуменорцев слишком мало, а ирландцы пока не имеют права служить в армии. Тогда король Арагорн соглашается о союзе с шотландским королем Джеймсом. У них есть один общий враг – Англия. Для войны с ней понадобятся большие деньги, и все городское население обдирается до нитки. Но местные земли оказались настолько бедны, что эта сумма едва превысила 200 золотых. Половина из них уйдет на вооружение ирландского ополчения наемников, а остального – не думаю, что хватит на ведение войны. Гондор победит быстро, на это наша надежда. Главное, чтобы Шотландия не дала проход английским солдатам. Итак, началось. Даже выжив все соки из своей страны, мы уступаем. Англичан втрое больше. Но пока они будут готовить свою высадку, их островные владения будут захвачены, и мы успеем подготовиться. Кровопролитие можно было избежать, если бы англичане не лезли в местную политику. Но, пользуясь случаем, всех их вассалов необходимо уничтожить, чтобы на острове не осталось ни следа английского влияния. Судьба улыбается нам. Вся надежда противника была на удачную высадку, и она обернулась настоящей катастрофой. 12 тысяч без командира в полной дезориентации высадились у Дублины и почти сразу сдаются в плен. К сожалению, не может быть все идеально. Офали попросили правопроходу в Шотландии, а значит, под джентльменским правилом там могут пройти и англичане, прямиком в Ирландию. Одна беда идет за другой. Ирландцы вот-вот восстанут. Для этой проблемы есть только одно решение. Ирландцы, наравне с Нуминорцами, становятся полноправным народом Гондора. С такой поддержкой в тылу больше незачем. Трястись и бояться на этом острове. Король Рагорн идет в наступление. Его воины пересекли пролив и дали честный бой Норманам. Это просто чудо. Но численный перевес не дал врагу победить в двух битвах за подряд в Ишире. Надо отдать должное подчиненным народам. Именно ирландцы и бретонцы сдерживают натиск врага каждый раз, стоя в первом ряду. Но минорцы лишь командуют. Все же их жизнь важнее. Денег нет. Солдат осталось 10 тысяч. И пора бы искать мирное решение. Но тут наш дорогой король Шотландии Джеймс присоединяется к войне. Безвыходная ситуация превращается в триумфальную победу в Нортумбрии. Два короля, Арагорн и Джеймс, сражались бок о бок и погнали англичан на юг. Тут уж ланкастеры совсем сдали свои позиции. Еще и Кастилия ввязалась войну. Взяла в осаду Лондон и весь Туманный Альбион. Идеальное время, чтобы заявить о своих претензиях. Ланкастеры стояли твердо и в переговорах не уступали ни пяде земли. Только вот не они были главой войны, а ирландский князек, который не только подчинился сам, но и отдал английские Дублин и Уэльс. А тут еще и князь Офали погибает от кровавого поноса. И Арагорн становится безраздельным правителем Ирландии. Только экономика была полностью уничтожена. Приходилось продавать даже нуменорские ладьи. Гордость нашего народа. Городское население и купечество опять обкладываются непосильными налогами. Но проценты по займам съедают все доходы, как черная дыра, из которой нет выхода. Но несмотря на нищее существование, дух народа крепнет. Ирландцы позабыли о своем диком происхождении, а их города переименованы на Гондорский лад. Слава нашим великом правителе шла по всей земле. Его поклонники были даже среди королей. Так Гондор нашел нового союзника в лице малолетнего Анри Валуа. Англию только что потрясла война Алой и Белой Розы. Самое время вторгнуться в их владения. На этот раз вместе с Шотландией. Она лишь отвлекающий маневр и не выдержит удара всеми силами англичан. Но этого достаточно. Не будем вдаваться в подробности о бесконечных битвах на полях Срединной Англии. Главное, что мы победили. И славные войны Гондора осадили Лондон, закрыв остатки английской армии в Кенте. А за все это время шотландцы даже не взяли крепости на границе. От этого дружеские отношения Джеймса и Рагорна сильно охлазели. В войне шотландцы не получили ни провинции, а вот Гондор, всю Западную Англию. Огромная экономическая база из крестьян, сделавшая Гондор главным игроком на Туманном Альбионе. В захваченных землях жили и достойные люди. Один из них, уроженец Хемпшира по имени Бильбо Бэггинс, стал во главе экспедиции в Новый Свет. Но миноры ожидали найти земли, из которых они пришли сами. Но нашли лишь дикие земли, населенные краснокожим народом. Одновременно с этим событием казна выплачивает последний займ. Доходы уже идут не от гнета над простыми людьми, а от торговли и экономика начинает процветать. Годы летят одни за другим. Для бессмертного Арагорна это ничто. Вот уже снова приходит время для войны с англичанами. Их может спасти лишь далекая Португалия, но пока они прибудут, от Англии не останется и следа. Не прошло и года, как насильно согнанные в английское ополчение крестьяне сдаются в плен на милость гондорского полководца. А где же Португалия? Вся их армия оказывается на острове Шетланд и умирает с голоду, заблокированная флотом Шотландии. Победу умрачила ужасная трагедия. Элдерион, сын Арагорна, погибает от старости. В отличие от своего отца, он не был бессмертен. И не выдержав горе, в иной мир уходит и его мать, Арван. Самый лучший правитель остается в одиночестве. На фоне трагедии даже захват Лондона не стал праздником. Король Арагорн на долгие годы уединился в своем дворце. Никакой дипломатии. И после смерти шотландского короля Джеймса они стали новым врагом Гондор. Вот уже сто лет минуло королю Арагорну. И он решает вернуться к людям, к своему народу. Дабы построить новый, белокаменный минастерит на месте Лондона. А куда девать Лондон? Правильно, перенести его в Ирландию, на место старой столицы. До последнего была надежда, что войны с Шотландией у нас получится избежать. Но, увы, они устроили коварную провокацию на границе. И Гондор вынужден ответить. Ах, какая ирония судьбы. Им на помощь приплыли Кастильцы. Еще живо в памяти Арагорна, когда мы воевали бок о бок против англичан, а теперь вынуждены убивать друг друга. Ни один из испанцев, прибывших в Ирландию, не ушел оттуда живым. Сто тысяч убитых они заплатили сполна. Но им хватает упертости делать новые высадки. Ради чего Кастилья? Ради Шотландии? Престижа? Безумие? Неважно. Потомки нашего друга Джеймса потеряли низину и позорно бежали в горы Галдама. Война закончена. Но только не для солдат Гондора. Они тут же разворачиваются и бьют по Англии, забирая еще один кусок земли. Для самого лучшего правителя эти войны пролетают в один миг. Он даже не обращает внимания, как его полководцы копошатся. Но минорцы хоть и долгожители, но прошло уже столько лет и столько войн. Никто и не заметил, как в живых остались и единицы, а их место заняли элиты завоеванных земель. В большинстве своем англичане. Это даже к лучшему. Машина государства работает на полную мощность. Растет добыча меди и железа, производство сукна. Сельское хозяйство показывает и невиданные урожаи. И это несмотря на постоянные войны. Шотландцы, бежавшие в горы, оказались в изоляции. Никто не придет к ним на помощь. И как только начался голод, лорды выдали своего короля. Никакой Шотландии больше не существует. Почти весь туманный Альбион оказался под властью короля Арагорна. Пора объединить живущие здесь народы. Каждому из местных правителей были посланы кольца. Символы власти, но все они подчинялись лишь одному кольцу. Именно так и была создана Великобритания. Альбион наш, но господство в море пока не безраздельно. Этим мечтам мешает только одно государство под названием Кальмарская уни. Внутри этого союза нет стабильности. Швеция желает свободы. Пора этим воспользоваться. Захватив Исландию и Фареры, главные силы высадились в Трон-де-Лак. Датчане нас уже поджидали. Войнам Гондора пришлось атаковать в горы. И наши войны победили. Просто невероятно. Острова и большая часть побережья Норвегии по мирному договору отошла в Великобритании. Как-то мимоходом были захвачены остатки псевдо-англии. И более никто не стоит на пути владычества короля Арагорной Лиссара. На этом месте лучше сделать паузу. Какова будет следующая цель самого лучшего правителя? Стать императором Германии? Пойти в поход в Мордор на Востоке? Или отправиться в изгнание в племя Чучей? Пиши свое мнение в комментариях. И поставь лайк на видео для его продвижения, если оно тебе понравилось. Отдельное спасибо Multistax MG, Тарвусу Варну, Кириллу Казакову, Кириллу Деспору, Дермаузеру Камраду, Санне Агарову, Гостеру Чаннелу и Алексею Котову. А с вами был Воевода. Спасибо за поддержку. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok